здравствуйте друзья сейчас идет повсеместно такое широкое заинтересованное можно сказать обсуждение тех мер которые были объявлены в пятницу там декретом ну там собственно не один был декрет но вот один конкретно по поводу беженцев и мер безопасности и так далее значит мер которые президент трамп декретом своим назначил и надо сказать что шума много шороху много пошла аналитика вот сегодня например я уже видел просто статистику уже люди подобрали и там вот как бы вероятность того вероятность его сколько у нас там из одной страны сколько из другой и как бы пытаются найти какую-то логическую основу в том что произошло и логической но никак не получается ну ну то есть правда допустим скажем 11 сентября там львиная доля там из 19 человек там 15 ну 16 я не помню до суда такого порядка были из саудовской аравии которые все это сделали там же быть один был из египта один из арабских эмиратов и один был из ливана ни одна из этих стран не попала в список как интересно значит по-моему там и пакистан не попал насколько я помню хотя мы знаем что в пакистане очень серьезная террористическая активность очень серьезно и афганистан не попал мама родная же что же там остается то но и в общем да но самое интересное что вот если вы меня спросите я не не специалист по безопасности ничего но я вам скажу что могут люди приехать с паспортом абсолютно любой страны вот братья царнаевы например видимо были с российским паспортом где-то я читал что они было турецкое гражданство но с турецким бы им не дали статус беженца я думаю вот они значит скорее всего они были с российским но россии никто ничего значит они могут приехать с английским немецким французским там там террористических ячеек то мама родная сколько вот во франции там последнего не только во франции во франции в германии теракты совершали люди из туниса где тунис в списке я что-то не пойму то есть не просматривается какая-то логическая связь логическая закономерность я не знаю но дело даже не в этом дело в том что как бы большое возмущение в обществе и надо сказать что даже среди республиканских например сенаторов там конгрессменов тоже особой поддержки этому нет там есть пара человек которые говорят что в целом там правильно и там еще что-то или мол это он обещал вот он там пацан сказал пацан сделал мол у него мандат на этой оказывается у него есть на это мандат так значит но я думаю вот о чем я думаю отвлекаясь сейчас от этого и как-то пытаясь может быть осмыслить в широком плане что происходит я думаю что не ценим мы наших плохих руководителей вот все нам плохо знаете вот обама плохой там этот плохой тот плохой не ценим вы посмотрите что произошло в германии до в тридцать третьем году гитлер гитлер приходит к власти ну и он назначают значит рейс канцлером потому что вот нацистская партия собрала там на процентик больше чем вот там социал-демократы коммунисты они примерно поровну собрали все три партии и вот гитлер стоит какое тяжелое положение у человека у него не было почти половины голосов на выбор у него было чуть больше 3 но вот надо на смешные там кусочки больше того остальные две трети голосуют за абсолютно враждебные силы за коммунистов и социалистов и есть какая-то конституция есть какой-то парламент и в этом парламенте большинство то я не смотрел давно я так догадываюсь что если на выборах так расклад лег на значит так там видимо в парламенте две трети вот у тех они у этих и вы посмотрите как человек избавился от парламента от конституции физически уничтожив оппозицию физически просто раз и нету и все это произошло под радостные крики ура конечно германия в то время не была в таком жирном положении как сейчас например америка где все хорошо германия была в чудовищном положении и дальше он вот те же меры что сейчас трамп норовит да то есть он начал тратить деньги на строительство дорог вот эти замечательные автобаны которые потратил построил вот до сих пор люди говорят да гитлер наверное был не очень хороший чек но какие дороги он построил вот вот что там сегодня знают о гитлере многие в германии и вот он снес всю эту абсолютно замечательную наверное демократическую систему мы сегодня имеем тест на на то насколько американская система устойчиво вот вот к тому что сегодня происходит я вспоминаю была такая вот такой как сказать оборот такой речевой бесноватый фюрер то есть не просто фюрер там как вождь а бесноватый мы имеем сейчас не менее бесноватого но абсолютно так сказать никаких то да все открыто говорят что нарцисс там и так далее и но вот такой вот значит мы имеем бесноватого президента с командой таких же как он не то что команды там в команде есть очень приличный народ но как бы советники вот там у него есть и не менее бесноватый абсолютно непрофессиональные там и так далее и вот они значит насколько устойчива система да значит прессе уже не первый раз не первый раз вот эти советники советуют заткнуться давайте как заткнуться советуют прессе потому что им не нравится им не нравится когда их критикуют понимаешь как если был если пишешь хорошая вот давай а если нет заткнись и я вспоминаю иран был шах была другая совсем страна большой друг соединенных штатов шах был большим другом израиля кстати или была другая совершенно страна скинули шаха не бесноватые скинули шаха либералы потому что он с их точки зрения был как бы сказать недостаточно демократичным мог какие-то строгие меры там применить там что-то такое баба но при шахе например была громадная коммунистическая партия там 300 тысяч членов которые потом вырезали все и кто-то рассказывал я не помню где это читал что им советский союз выдал всю эту партию они вырезали а списки получили от ссср но это не так важно они хотели они хотели больше демократии а получили а это лухами не вы посмотрите на царя батюшку романова николая второго был такой типа обамы до такой мягкотелый такой в принципе но вот как-то не уважали его не уважали вместо того чтобы пострелять там он он их ссылки отправлял начали у него там по эмиграциям бегали значит и вот так как то вот такой мягкотелый но не уважали но вот да и вот если бы те кто скидывал государь императора только представить себе могли что дальше будет они бы сказали уже пусть лучше будет государь император уже не так плохо государь император в конце концов но уже хотя бы все живы более-менее поэтому не ценят люди они когда идут куда-то изменений хотят каких-то вот знаете обрыдло вот чего-то обрыдло достала хочется свежие чего-то вот чего-то свежий и вот давайте а прошлый раз свежего выбрали вот обаму он правда не был не системным кандидатом он как бы ну вот спонтом не системный но он входил в систему он старался быть в системе вот выбрали обама гать это мало чем же нам я у нас вот теперь каждый день все заголовки пестрят один человек держит все как бы внимание к себе приковывает вопрос что будет дальше я на самом деле думаю что да сам трамп утверждает что все нормально все если мы говорили что обама и обаму никто никогда не обвинял в нарциссизме я хочу сказать не было такого так вот обама при том что не нарцисс и в целом даже как бы что называется ризно был может обама при этом никогда не признавал никаких ошибок он не мог он он абсолютно не мог уже он 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 собственном мозгу был абсолютно прав он же он же понимал зачем он это делал но не получается но вот не любит люди там не нравится ему так вот обама никогда ни одной ошибки не признал толком значит а вот этот но если уже обама не признал как разве эти когда-нибудь признают что они сделали не так они будут искать виноватых начнется охота на ведьм она уже идет вот сегодня ведьмой является пресса которая пишет не то что им нравится при том я хочу сказать что пресса пока что не пишет вообще ничего то есть если они недовольны прессой сегодня они не писали что дальше начнется потому что пресса вот с момента избрания трампа пресса затихла я имею ввиду левая или так скажет так либерально у нас левый так особо левые нет но вот есть либеральная пресса вот значит такая продемократическая и так далее значит вот эта пресса затихла но в конце концов ну пусть человек уже что-то там начнет делать вот и она она сидела так тихонечко она где-то подсмеивалась подхихики вала там ставила под сомнение может быть чего-то такое но но никакой атаки не было никакого разговора о том чтобы например сенаторы демократы блокировали деятельность конгресса сенат для сената и конгресса в целом палаты представителей но палаты представители они не могут заблокировать хотя могут что-то там по мелочи и вот не было такого даже сандерс уж казалось бы сандерс призывал демократов не переходить вот эту черту и быть как бы такими открытыми к соглашениям к кооперации по важным для страны вопросам и так далее значит и то есть вот это вот невыносимость критики была в условиях когда критики практически не было то есть смешно сказать ну 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 правда я вспоминаю как мочили клинтона я вспоминаю как мочили там того же обаму и так далее они десяти процентов не имеют того что переживали вот эти люди как на них это все шло поэтому даже не знаю у них впереди большие испытания я думаю вот но это не важно о них мы беспокоиться не будем я думаю что они и сами понимают что они стали заложниками неуправляемого человека республиканская партия сенаторы руководства члены палаты представителей они сейчас заложники вот этого человека который делает абсолютно не поймешь чего с ними не согласовывая они теперь должны отвечать как-то и вот в общем система проходит тест на бесноватость фюрера значит как как пойдет что получится мое личное мнение такое не обязана соглашаться вот но и я и я кстати не не занимаюсь аналитикой какой-то вот миром какой-то человек пару дней назад значит сказал что аналитика это не моё просто здравый смысл это не его я не занимаюсь аналитикой я гражданин а вот такой как вот любой человек на улице остановить и он там имеет какое-то свое мнение вот я высказываю свое мнение аналитика не мою края я не претендую если я хотя бы пытался да я вот высказывать то что я думаю и да значит посмотрим как развернется значит но мы видим уже что уже судьи подключились к тому чтобы там модифицировать какие-то части там этих указов трамповских мы видим что речь идет пишут много о том что практически все что там он пока что указами своими нафигачил это все закончится в суде в конституционном верховном там и так далее то есть разрушение системы идет такими масштабами которые вряд ли кто-то подозревал из тех кто вот там голосовал против клинтона или там я не знаю за травм за трампа голосовал не так много народу в основном они против клинтона то есть у нас конечно не было выбора между хорошим и плохим кандидатом но выбор был между плохим кандидатом и чудовищно плохим кандидатом но вот ведь как разлеглось поэтому я думаю что это страну должно вывести на какой-то новый уровень понимания единения и так далее предшествующие две администрации и буш и обама это все-таки 16 лет до на двоих они пытались очень осторожненько и очень настойчиво это был фонд краеугольный камень их как бы политики не зацепить не отделить не не выкинуть на помойку тех мусульман которые живут в стране у нас их не то чтобы сильно много но они есть значит не никто не хотел их выделить какую-то особую дискриминированную группу точнее даже не то чтобы дискриминировать речь шла о том чтобы они не почувствовали себя дискриминируемыми то есть было много мер принято для того чтобы люди которые в стране живут лучше понимали что такое ислам да там школьных программах чтобы они разбирались потихонечку чтобы не путали ислам политический с исламом как религии и так далее и вот создавали у мусульман которые живут сша уверенность в том что они граждане страны что их никто ни в чем не подозревает не как бы не пытаются отыграться на них как на козлах отпущения там и так далее нет никакой угрозы то что сейчас произошло это кардинальное изменение курса это дело не то что они там себе думали а а дело в том что и мусульмане которые здесь живут и люди по всему миру и правительство по всему миру воспринимают то что произошло как травлю мусульман травлю все это делается под лозунгами там увеличение безопасности и которые абсолютно как бы не состоятельного так вроде но абсолютно поэтому что тут сказать я думаю что мы сейчас оказались в ситуации известной которая характеризуется словами чем хуже тем лучше то есть чем больше дров наломает этот господин а в этом смысле он как бы за ним не застоится я думаю то есть как он не в состоянии там поменять курсы это уже понятно сегодня вот или как-то подстроиться под кого-то он не будет чем больше дров он наломает чем быстрее это произойдет тем быстрее все это решится в пользу выздоровления нации и избавление вот от этого кошмара который еще грядет да и мы еще увидим много чего так что ну посмотрим в общем пока вот вот мое рассуждение такое уже того что за первую неделю накидано уже в общем до 100 до 100 это достаточно много это не знаю нет нет такого найти вот как ну давайте посмотрим там еще пару-тройка месяцев чего там еще сделает это уже хорошо просматривается поэтому ждем ждем наблюдаем смотрим я был бы рад оказаться неправ вот скажу вам честно да вот больше всего я хотел бы оказаться неправ неправым значит вот сегодня уже обвалились не безумно обвалились фондовые рынки особенно упали акции особенно ну упали акции авиационных компаний ну вот с этими делами которые с визами там и так далее ну ну посмотрим значит пишет много народу что вот этот вот рост акций и такое значит взбудораженный так сказать рынок в ожиданиях крупных инвестиций в кардинальное увеличение значит до государственного долга для того чтобы эти деньги можно было значит разворовать там на строительных проектах там на чем-то еще вот и чтоб нам потом всем за это расплачиваться значит вот радость была бурная они все так в общем потирали руки радостно что дальше будет но вот говорят что они слишком обрадовались и что рынки должны обвалиться и в общем но это да это всегда говорили я не хочу сказать что в какой-то момент времени не найдется кого-то кто скажет что рынки не обвалится всегда есть кто-то кто скажет что обвалить но сейчас как бы достаточно много народа об этом говорят серьезную народу посмотрим опять я лично вот если вы спросите меня мой личный интерес как вот человека который в бизнесе и еще как который гражданин страны которые любят я я бы не хотел чтобы это случилось я просто боюсь что это случится поэтому я так вот вам рассказываю в общем такие дела интересные так что мы имеем возвращаясь к началу значит две вещи хочу сказать первое не ценим мы наших плохих правителей второе страна проходит тест на устойчивость демократической системы устойчивость против бесноватых фюреров и камни только фюреров у них там есть какие-то последователи и так далее вот давайте посмотрим что будет счастливо